Космический уровень Космический уровень Космический уровень Когда вы развиваетесь, по мере того, как вы развиваетесь, вы сталкиваетесь с определенными проблемами. Какими проблемами? Вы должны решать определенные задачи, которые перед вами встают. И если эти задачи вы решаете правильно, вы идете дальше. А если по каким-то причинам у вас есть неправильное искажение, вы достигнули определенного уровня, можете остановиться и даже пойти назад. И на определенном уровне человек может прикосить и уйти в черную сторону. Такое тоже может быть. Но это не значит, что он примитивный. Просто он блокируется, его возможность развития дальше, он опускается ниже, и начинает действовать, имея те возможности, которые он добился уже по черному принципу. Но опять-таки, это не значит, что это примитивное, типа на уровне, как говорится, таракана. Ничего подобного. Черные, в космосе, тоже есть, и они весьма серьезная сила. Но это не меняет их сути. Они продолжают быть паразитами. Методы, которыми они действуют, являются паразитическими. В основном, они действуют, кому интересно почитать, я вот о бюджетах я пишу, за счет того, что захвата тех, кто действительно развивается, используют их потенциал для своих целей. То есть, в любом случае, они компенсируют невозможность самим развиваться тем, что они управляют темой, кто развился сам дальше. Так что, тоже, между прочим, весьма серьезная проблема. Следующий вопрос. Ну, здесь спрашивается насчет того, что в книге, в последнее обращение, пишу насчет Египта, что цивилизация Египта создана, цивилизация Марса, а, так сказать, в последнее обращение, в российских языках, что это создали Атлантиды, Атланты. То есть, есть ошибки и так далее. В принципе, ошибки нет, потому что и то, и другое созданы одной и той же цивилизацией. Тоже цивилизация, которая создала пирамиды на массы, та же самая цивилизация, которая создала пирамиды в Египте, и есть та же самая, одна и та же цивилизация. Поэтому, просто в то время у меня не было доказательств никаких других, кроме того, что на пирамиде, на Марсе, такие же, как на Египте. Поэтому была часть закона, я использовал. Когда у меня расширились доказательства, которые можно применить, я применяю другие доказательства. Это не ошибка из-за того, что невозможно использовать полностью эту информацию, которая есть. Почему? У меня есть много разной информации. Но, понимаете, если я буду излагать эту информацию, то мои же враги тут же потребуют. Где доказательств, что это так? Вот докажи нам. А ты не можешь доказать, а значит, это ложь. Поэтому, для того, чтобы потом это не было использовано, приходится опираться на то, что можно подтвердить. По мере такой расширяется возможность подтверждения, расширяется объем информации, которую нужно дать. Не потому, что это так удобнее, а потому, что, если это не сделать, то тут же заглохнет все, что ты даешь. Потому что тут же начнут говорить, что все это обман, ничем не доказано. И хотя все существующие сейчас теории, научно признанные, ничем не доказаны вообще. А тем не менее, их считают научными. Потому что кому, знаете, когда нужно, они считают, принимают. Когда не нужно, не устраивает, они не принимают. Но то, что я несу, в принципе, ученый мир современный не устраивает. Потому что им нужно меняться. А они не хотят. И ученый мир контролируется тем же самым социальными паразитами. И они формировали определенный уровень, чтобы именно через науку в современном тоже нас дурачили с вами. Превращали в баранов. Так что, поэтому, к сожалению, появляется больше доказательств. Я расширяю ту информацию, которую выдаю. Чем больше будет доступна доказательная база, тем больше я буду выдавать. Иначе это рухнет. А мне не хочется, чтобы то, что я делал, рухнуло. И к тому же раскапание все дальше и дальше, которое я веду, дает еще больше и больше материалов, доказательств и так далее. Так что это и то, и другое место взятое. Вот и все. Так что, в принципе, никаких особо противоречий нет. А просто некоторые уточнения и комментарии к тому, что было сказано. Так, следующий вопрос, наверное, уже последний. Значит, перед тем, как закончить встречу с вами, как мне спрашивают женщины, кто хочет очиститься от последствий абортов, значит, вы подумайте. Сейчас сначала для них сделаем, чтобы не перепутать. Это еще от блокировок освободиться, как обычно просит. Чтобы сразу, так сказать, одно с другое не смешивать. А скажут, а у меня беременности не было, от чего же меня освобождали, да? Мужчины имеется в виду. Так вот, те женщины, которые прошли через аборты и хотят, чтобы, так сказать, последствия с них были сняты, просто сейчас подумайте об этом, что вы хотите этого. Те, кто хочет, я попробую снять. Те, кто не хочет, никого трогать не будут. И к тому же это не больно будет в любом случае. Значит, те, кто готов из женщин подумать, потому что у него просили, поэтому те, кто просил, по крайней мере, одна женщина хочет, давайте это сделаем. На секундочку просим тех, кто готовы. Да, чтобы было понятно, готово. Что происходит? Чтобы, допустим, освободить женщину, которая невольно сделала аборт, не понимая того, что знаете, что нужно делать? Это нужна ту сущность, которая была оторвана от биомассы, которая потеряла потенциал и так далее. Компенсирует эту сущность, все, что она потеряла, если бы она родилась, прожила всю жизнь правильно и реализовала по максимуму себя. Вот тогда проблема женщины снимается, чтобы вы знали. Что? Значит, восстановить обратно. Тоже возможно. Так, а теперь, это чтобы было понятно. Потому что вопрос был такой, задан к тем, кому я работал, ответил. Вот, а теперь, значит, кто хочет просто освободиться от блокировок и так далее, кто желает, здесь тоже, как обычно, я сделаю по желающему. То есть, должен просто подумать, потому что мы хотим, кто не хочет освобождаться от своих блокировок и так далее, я никого трогать не собираюсь, это мне нет нормы сети. С каждым, как говорится, волен делать, как он считает нужным. Вот, значит, все еще просто опять-таки, уже все без исключения, и кто делал аборт, кто не делал аборт, и желающие, пожалуйста, и мужчины, и женщины. Тоже подумайте, и я попробую помочь пока снять то, что можно снять быстро так. Ну вот, и даже не больно, как я шучу сюда. Еще раз, значит, на этом вроде главная часть нашей встречи заканчивается. Я всех благодарю за то, что вы нашли время в летний день прийти сюда на встречу. Надеюсь, вы не зря потратили время, и надеюсь, что мы вместе начнем дальше действовать для того, чтобы действительно освободить и себя, и освободить всех остальных вокруг нас от рабства. Всего доброго. Благодарю всех.